ну что ж всем привет добро пожаловать надеюсь у вас все хорошо работает и давайте продолжим проходить ивент escape from cyborg который мы начали на прошлом стриме и где наша мечты и вектор играет в аналог dark soul скрещенным с escape from dark of подобное давайте посмотрим как они там поживают дальше это происходит в рамках тренировки мечты которая решила немного поинтереснее сделать тренировку так мы остановились на ивенте до 14 прошли и сейчас 15 погнали вектор и мечты на ощупь продвигается по очень темному коридору если мы еще раз умрем давай не пройдет давай не будем идти больше через это подземелье но согласно карте это самый короткий путь к исследовательскому центру а на поверхности но слишком много кругов придется делать но там по крайней мере не будет ситуации когда нас убивают темноте окружив со всех сторон как вот только что было а то есть их уже убили ну я и сама не знала что наш ночной режим оказывается не работает только что мы потеряли полтора тысяч очков опыта и 110 патронов а также 25 пакетов целебных трав все больше и больше такое чувство будто мы просто теряем время не надо заранее считать что мы снова умрем ну в любом случае мы уже были здесь однажды на этот раз нужно просто парировать по порядку атаки врагов еще будет хорошо разве не так а ты что запомнила их порядок атак ну нет и так вроде двое сначала нападают спереди затем трое с левой стороны а потом сзади один наверное 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 двое нападает сзади один ползает прямо по земле и может схватить тебя а второй спустится с потолка он как раз таки и напал на меня вектор почувствовала то кто-то вздрогнул у нее за спиной это прямо как как каком-то оррари что ли но раз ты все запомнила вектор нам ничего не угрожает но я не знаю будут ли еще враги после этого или нет точно в таких играх враги любят нападать на тебя именно в тот момент когда ты расслабляешься этот искусственный интеллект вместо того чтобы учиться хорошему перенял все плохое у разработчиков плохое судя по твоей логике я думала что это как раз то что ты называешь самым интересным не ну когда ты побеждаешь это можно назвать интересным но все что происходит до победы это просто злоба разработчиков а злоба разработчиков выматывает кажется я уже на грани чтобы выйти из игры и пойти спать но это же тренировка вектор игнорирует недовольство голосе мечты и продолжает идти отчитывая шаги темнота закрывает визуальный модуль однако обостряет их слух в этом пустом подземелье любой звук становится отчетливо слышен вектор вдруг останавливается а мечты врезается в ее спину ай больно зачем ты остановилась тихо ничего не говори усили мощность слухового модуля всегда такая таинственная мечты потирает лоб но послушно выполняет команду слышен звук напоминающий жужжание крыльев пчелы которые доносились спереди а звук идет отсюда вектор прижимает руку к стене и начинает ощупывать ее снизу вверх что-то тут-то вентиляционный люк звук исходит оттуда так мечты отойди немного а хорошо после нескольких выстрелов что-то металлическое упала на пол с грохотом этого прохода должно быть достаточно подожди ты что собираешься лезть в вентиляцию хочу посмотреть что там шумит а звуки просто слишком равномерные это подозрительно чтобы не попасть ловушку на пути за ресурсами нужно устранить все потенциальные угрозы точно это похоже на какую-то скрытую локацию ну тогда иди возвращайся скорее я здесь подожду в темноте мечты широко зевает кажется ей уже надоело поддерживать бодрый настрой ты не забыла кто именно здесь проходит тренировку да я помню но если мы обе пойдем и нас убьют вот что тогда наши трофеи снова достанутся системе поэтому я и говорю что стоит относиться к ним как посторонним вещам если нас убьют начнем сначала конце концов игра позволяет нам делать это снова и снова верно ой вектор ну ты как то слишком спокойно говоришь об этом я всего лишь пытаюсь понять чем заключается та самая радость веселье от игры о которой ты говорила пройдя через несколько поворотов вентиляции и визуальным модуль начинает улавливать слабый свет и обзор становится яснее наконец они добираются до конца вентиляционного люка разобрав металлическую решетку они оказываются в помещении где свет падает прямо им в глаза опа знакомое место в небольшом пространстве в беспорядке разбросаны железные бочки и ящики для хранения на стене висят несколько рубильников генераторы находятся за сетчатыми перегородками по обе стороны коридоры это генераторная но эти генераторы не работают откуда же поступает энергия а этот механический шум он откуда может это вектор смотрит направлении указывает мечты и замечает кабель который свисал со стены и тянулся через коридор один конец кабеля включен к стеклянному контейнеру внутри которого парит светящийся кристалл что медленно вращается и издает регулярное жужжание это же собираясь подойти поближе они вдруг слышат звук падающего стеклянного предмета позади себя они мгновенно укрываются за колонной держа оружие на готове появившийся сзади гуманоид держится за лицо явно напуганный а вот кто это а меня нашли это арпси да точно это харпси летающая камера несколько раз вздрагивает возражая тем самым но продолжает молчать найденных мышек съедают что же делать что же делать она думает что мы ее съедим что ли нпс по имени тмп явно находится в состоянии крайнего волнения и нервно кружит вокруг колонны внезапно она останавливается надо успокоиться подумать точно надо найти дверь куда угодно если я найду ее то смогу сбежать она осматривается вокруг и заметив один из ящиков радостно улыбается нашла хе-хе нпп быстро залезает в ящик и закрывает его крышкой словно по заранее продуманному сценарию ну да реакция нормальная вектор легко открывает ящик откуда доносится крик напоминающий иск 40 а меня снова нашли сейчас меня съедят ой какая же она громкая мой слуховой модуль вектор придумай что нибудь на фоне непрекращающегося крика перед ними появляется два варианта а вариант а закрыть ящик чтобы она успокоилась вариант б использовать предмет кристальный браслет или браслет из кристаллов а оказывается вот для чего он нужен вектор нажимает на значок браслета из кристалла на своем наручном устройстве тем самым подтверждая передачу предмета персонажу надписью над головой дмп сейчас меня съедят сейчас меня съедят а это что браслет который ранее был всего лишь иконкой в инвентаре превращается в реальный предмет в руках темпи девушка увидев браслет мгновенно перестала волноваться и выглядит обрадованной ну как как давно я не видела оливьера ты выглядишь таким же бодрым как и всегда как хорошо что тебе что тебя не съел монстр теперь теперь мы сможем уйти отсюда вместе держи меня крепко за руку местный салатик мп надевает кристальный браслет на запястье и серьезным видом кланяться перед ними ну то есть перед вектор и мечты спасибо огромное спасибо что вернули мне оливьера извините что приняла вас за страшных монстров до того как стать маленькой мышкой это можно перевести еще как подопытный кролик что это скорее подопытный кролик до того как стать подопытным кроликом мы с оливьером всегда были вместе мы любили искать сокровища в городе хоть оливья говорил что это просто сбор хлама я частенько находила настоящее сокровище звучит прямо как жизнь падалщиков но что значит это слово маленькая мышка или подопытная свинка однажды однажды к нам подошел человек и сказал что даст нам еду и безопасное жилье если мы будем помогать ему пробуя разные разноцветные конфеты и напитки опа мы согласились после чего нас закрыли в клетку закрыли в клетку где было много других таких же подопытных свинок как мы они все были покрыты сияющими кристаллами и выглядели очень красиво а точно вот он хорошо что не сломался этот контейнер оказался довольно прочным импи поднимает стеклянный контейнер с кристаллом ее ног и демонстрирует его им тот человек говорил что этот кристалл очень полезен он может давать энергию нагреваясь и с его помощью можно сделать все что угодно когда я сбежал из клетки я прихватила несколько кристаллов в знак благодарности я дарю вам его а также все остальные мои вещи наручное устройство ну векторы мечты издают звуковой сигнал полученное кристаллы коллапса три штуки кристаллический фонарь одна штука предмет сломанные карманные часы вот и все что у меня есть мы с эльвером отдохнем здесь до встречи добрые люди после того как она быстро произносит все свои реплики импи возвращается к спокойному состоянию да не обращая ни на что внимания высказала все что хотела и сразу же ушла ну это прямо идеальный нпс инструмент который не оставляет после себя никаких хлопот да это не важно главное вот что вектор трясет фонарь похоже что сюжетные предметы можно обменивать на полезные предметы для прохождения у нпс эти сломанные часы что мы получили вероятно тоже пригодятся но не факт что мы встретим того нпс нпс которому их можно отдать да не заморачивайся ты в нужный момент мы его встретим по крайней мере теперь у нас есть свет и нас не смогут так легко атаковать из темноты как раньше даже даже если нападут в открытую не факт что мы сможем справиться ладно что ж будем делать все шаг за шагом забираем вещи и продолжаем путь к центру города наконец то теперь хоть что нибудь но видно ой тут столько врагов в засаде следи за всеми направлениями чтобы нас снова не застали врасплох этот враг выглядит особенно опасным может нападем вместе согласна и вот она синхронность членов клуба единомышленников так ну что ж погнали так начнем продолжим вдвоем играть ну что ребят да будет огонь поджигает поджигаем 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 а все ну ваншот по всем противникам Благодаря фонарю Они быстро расправились С захватчиками В этой местности И начали собирать Трофеи с них Смотря на растущий опыт Мечты Вздыхают с облегчением Ох, а теперь я чувствую Что готова продолжать Что-то тут не так А? Я получил лишь две трети От обычного опыта И ресурсов тоже выпало меньше А у тебя как? Мне кажется все нормально Ну помимо этих трофеев У меня такое ощущение Будто пропало что-то важное Что-то важное Сейчас ведь все это Виртуальные данные Так что потерять что-то невозможно Если бы пропала важная запись То наш нейроблок Уже бы выдал Предупреждение Возможно Но я точно уверен Что что-то не хватает Может это какой-то баг Баги в играх Дело обычное Пусть Харпси Установит патч Харпси Можешь это проверить? Да Сейчас Займусь Этим Привет муза И кстати Перепроверь там Подключение к мониторингу А то звук Становится все более Прерывистым Понятно Как только они покинули Подземелье Мечты шурятся От яркого Солнечного света Ах Наконец-то мы выбрались Из этой темной дыры Так Значит это и есть Кристальный город Вроде бы он ничем Не отличается От городов-спутников Что мы видели раньше Все это лишь Сцены записей Но есть кое-что Необычное Смотри Отовсюду торчали Разноцветные Стеклянные Трубы Разной длины И толщины Некоторые Из них Лежали Под Поднятыми Плитами Другие Стоят В Разваленных Стен А кое-где Они вообще Торчат Наружу Большинство Из них Уже Треснуло Как будто Ледяные Шипы Пронизывают Город Эти яркие Стеклянные Трубы Интересно Для чего Они нужны Ну я помню Что тот НПС Который Напоминает Учи Говорил А что-то Про Кристальные Трубы И Взрывы Кристальные Трубы Учи Вектор Задумалась И в этот Же Момент Она Слышит Мягкий Голос Позади О Андорис Ну Точнее Внешний Вид Это Кристальные Трубы Они Используются Для Передачи Энергии Из Кристаллов Андорис Андорис Который Незаметно Появилась За Их Спинами Сложила Руки Перед Собой Слегка Улыбнулась И Вежливо И Спокойно Моргнула С тех Пор Как люди Открыли Способ Переобразовывать Кристаллы Коллапса В Энергию Этот Город Начал Активно Прокладывать Трубопроводы Из Специального Материала Чтобы Передавать Энергию Каждый Уголок Города Поэтому Город И получил Название Кристальная Пустошь А Трубопровод Стал Называться Кристальными Трубами Эти Разноцветные Кристальные Трубы Можно Считать Артериями Города Кстати А вы Охотники За кристаллами? Охотники За кристаллами? Не 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 Вы Не Охотники За кристаллами Но Смогли Добраться Сюда Это означает Что вы Тоже Необычные Люди Ну Как сказать Мы на самом Деле Стражи Вот Как значит Вы Стражи Тогда не Удивительно Что вы Смогли Добраться Сюда Без Единой Царапины Ну Да Ну Да Ребят Пути Они Там Несколько Раз Умерли Но Это Не Важно Ну Это Не Совсем Так Вектор Кто Так Почувствовав Как Вектор Слегка Дернул Ее За Одежду Мечтой Обернулась Она Кажется Немного Странной Странной Ну Да Действительно На Вид Это Как Будто Сама Андорис Я Не Об Это Заметила Что Почти Все Наши Взаимодействия С НПС Ограничивается Обычно Выборами Из Нескольких Вариантов Однако Вот С ней Мы Почему То Можем Говорить Свободно Кстати Да Ну Может Так Совпало Что Мы Как раз Говорили Нужные Слова Попробуем Еще Раз Так Мечты Прочистила Горло Андорис Я G36K КСК Удивительно Она действительно Нас понимает Она совсем Не похожа На других НПС Стоит быть Поосторожнее Так Кто Ты Я Наемник Меня Направили Сюда Чтобы Найти Выживших В Кристальной Пустоше Ты Одна Я Пришла С Отрядом Но Данные Оказались Неверными И Кристальная Энергия Привлекла Сюда Больше Захватчиков Чем Ожидалось Так что Теперь Я Одна А Насчет Остальных Ну Их Больше Нет G36K КСК Нахмурилась Ее Улыбка Исчезла Мне Осталось Чтобы Собрать Как Можно Больше Личных Вещей Своих Товарищей И Вернуть Их Обратно Это Будет Хотя Что 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 Останется У Их Семей От Них Смотрев Ее Решительные Глаза Они Оба На мгновение Замолчали Что То В Этом Все Равно Кажется Не Так Что Странное Ты Что То Заподозрило Честно Говоря Это Так Хлопотно Что Не Хочется Ничего Подозревать Я Просто Хочу Завершить Тренировку И Отдохнуть Пока Клюка Не Вернется А Что Эффект От Игровой Мотивации Уже Пропал Даже Самый Зависимый От Игр Девчонки Нужно Когда-то Отдыхать Клюкай Не Не Ничего А Ты Сказала Что Ищешь Вещи Своих Товарищей Нашла Что Нибудь Нет Искать Здесь Что Ты Все Равно Что Искать Иголку Стоги Сена Отличные Вещи Значит Вектор Задумалась После чего Вдруг Вспомнила Про Сломанные Карманные Часы Может Тебе Стоит Взглянуть На Это Вектор Касается Своего Наручного Устройства И Передает Сломанные Карманные Часы G36 КСК КСК Частица Света Собирается В ее Руки И Превращаются В карманные Часы Это Она Осторожно Открывает Часы Ее Глаза Начинает Блистать Из-за Слез Которые Начинают Формироваться Это Вещь Друга Спасибо Типа G36 КСК Поворачивается Открывает Часы И Показывает Их Мечты Вектор Опа На крышке Часов Ставлена Фотография Там Кто-то С золотыми Волосами И Зелеными Глазами Смотрит На них С дерзким Взглядом То есть Получается Она Умерла Так Это Мечты Сейчас Ржет Короче Бу-гага Не могу Поверить Это Что Велрод Вектор С беспокойством Бросает Вгляд На Летающую Камеру Да Это Вектор Сейчас Говорит Но Сюжет Так Сказать Потребовал Такой Поворот Надеюсь Она Не будет Воспринимать Это Слишком Серьезно Спасибо Это Наверное Единственное Что Я смогла Найти Пока Что Но К сожалению Не Нечем Вас Отблагодарить Что Совсем Ничего Нет Ну Блин Я думала Что Мы Может Быть Получим Какой Нибудь Новый Навык Или Мощный Предмет Ну Или Бронь Или Предмет Для Возрождения Простите Но У меня Нет Таких Предметов Но Может Я могу Присоединиться К вам И Помочь Гостевой Персонаж G36k CSK Теперь В вашей Команде О Как О Вот Это Поворот Если Понимаете Буквально То Гостевой Персонаж Это По сути NPC Который Будет Помогать В бою Верно Бинго Вектор Плюс 10 очков Тебе Отлично Значит Теперь Нам Будут Помогать В боях Только Вот Я Не Знаю Не Сломается Ли Это Андорис Как Все Остальные Неважно Просто Не стоит Полагаться На нее Слишком Сильно Тебе Все равно Нужно Самой Пройти Эту Тренировку Да Не волнуйся Гостевые NPC Просто Балансируют Сложность Все Под контролем Ну Да Смотря На Улыбающиеся G36K КСК И Радостную Мечты Которые Изучают Ее Вектор Нахмурилась Она Постаралась Подавить Странные Чувства Посмотрев На Карту И Сказала Да и Следующий Крестового Центра Еще Далеко Надеюсь Все Пройдет Гладко Ну Надеемся Да Так 1.5 Оказался Длинным Но Интересно Так Дальше У нас WS 1.1 А это Просто Диалоговый Ивент Без Геймплея Вообще Арпси Сосредоточенно Проверяет Код На Терминале А Велрод И Учи Стоят Перед Экраном Наблюдая За трансляцией Со второго Уровня Взглянув На свою Поминальную Фотографию Велрод Скрещивает Руки И Тихо Пыркает Да не Бери ты Это В голову Харпси Уже Говорила Что Это Все Так Сказать Случайно Генерируется Ну Ты же Знаешь Меня Тоже Частенько Выводит Моя Странная Личность Которые Там Представлены Смешно Меня Беспокоит Тот факт Что Какой-то Самозванец Может На меня Повлиять Не Стоп Думаешь Меня Беспокоит Что Какой-то Самозванец Может Как-то Повлиять На мои Чувства Вот Так Понятнее Думаю Будет Интересно Кто Вообще Спроектировал Это Что Я Появлюсь В виде Того О Ком Скорбят Причем Еще Будут Показывать Такое Оскорбительное Изображение Хе-хе Я вижу Ты уже Начала Нервно Качать Ногой Да Не Волнуйся Ни 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 Виви Тебя Не Будем Потом Высмеивать Ага Значит Будут Э Так Ты Вообще Боится Насмешек Ну В смысле Это Рандомная Генерация В плагине Явно Нуждается В оптимизации Что 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 На тебя Нашло Внезапно Они Снова Погибли От захватчиков Велроот Поворачивается К экрану На котором Мигает Надпись You Die И Издает Призрительный Да Призрительные Мыкания Да Бедные Подопытные Одна Колеблется От страха Другая Ленивая Жопа Да Результат Вполне Закономерный Но Мне кажется Что Они Действительно Старались Нет Что Что Тут Не Так Говорит Харпси Бормотание Харпси Прерывает Их Разговор После Чего Она Делает Быстрые Стуки По Клавиатуре Учий Велрод Переглядывается После Чего Подходит Харпси Харпси Что Случилось Какие-то Проблемы Есть Отклонение В данных Код Связанный С Выдачей Наград Отличается От того Что Я писала Раньше Это Означает Что Код Был Переписан То есть Получается Они Не Получили Все Ресурсы Из-за Какого-то Взлома Кто Был Это Мог Сделать Кто Мог Вмешаться Я Не Знаю Ну Все Ребят Началось С Каждым Движением Ее Пальцы Нет С Каждым Движением Ее Пальцев На Экране Появляется Окно Большим Красным Крестиком Окна С Большим Красным Крестиком Даже Учий Велрод Что далеки От программирования Понимает Что Эти ошибки Переписывания Или Связанные С Переписыванием Нет Не Выходят Доступ К Правам На Изменения Заблокированы Я Не Могу Ничего Сделать Как Кто Как Кто Мог Обойти Мои Права Дел Нет 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 Неужели Это Вирус Какой Это Но Я Же Не Подключена К Сети Причем Я Не Была Подключена К Сети Ни При Разработке Ни При Запуске Не Позволяй Этому Хаосу Влиять На Твой Нейроблок Карпси Полагаю Тем Двоим Которые Прогрузились Своей Роли Стражей Пора Выйти Из Этого Сладко Астная Да Конечно Я Немедленно Свяжусь С ними И Разорву Соединение Со вторым Уровнем Карпси Нажимает На Коммуникатор Но Сразу Появляется Сообщение О Неудачной Попытке Связи Связь Заблокирована Блокировка Связи Есть ли Еще Какие Аномалии Сейчас Проверю Опять Слышен Стук По Клавиатуре А на Экране Терминала Одно За другой Прокручиваются Строки Коды Лицо Харпси Мурится Сильнее Сильнее Изменения Коснулись Не только Наград Что должны Выпасть Что должны Падать С врагов Или Должны НПС Отдавать Но Также И Данных А Ментальным Состоянием Или О состоянии Нейроблоков Ментальные Данные Да С каждой Смертью Они Теряют Часть Своей Информации Из Нейроблока А куда Уходят Эти данные Неизвестно Опа Нормально Возможно Возможно Это какой-то Вирус Если так И дальше Пойдет Они Полностью Захватят Их Нейроблоки Что Так Без паники По очереди Без лишней Суматохи Харпси Ты сможешь Устранить Этот Вирус Я не знаю Я попытался Его отследить Но он Похоже Активировал Свою Скрытую Функцию Из-за чего Я не могу Его засечь Команда Завершения Программы Тоже Не отправляется Что же делать Паника Тебе не поможет Найти его Так что Успокойся Харпси Ты одна Из создательниц Модуля И плагина Ты лучше всех Их понимаешь И знаешь Да Но если Есть кто-то Кто лучше Меня разбирается В системе То это Дел Но если Попросить Помощь у него То Клюкай Тут же Об этом Узнает И тогда Тогда Мне Подумав Клюкай Кошачьи Ушки У Харпси Наверное Опустились Ну Клюкай Конечно Может быть Страшный Но сейчас Важнее Безопасность Виви И мечты Я знаю Я не хочу Ставить их Под угрозу Просто Заметив Что Харпси На грани слез Велорот Наклоняется К ней После чего Она положила Руку Ей на плечо И заглянула Ей прямо В глаза Если ты уверена Что не сможешь Справиться Сама То Свяжись С Дел Как можно Быстрее Брать на себя Ответственность Бывает страшно Но помни Что ты не одна Возможно Хватка Велорот Придала Ей уверенности Из-за чего Харпси После этого Взяла Себя в руки И энергично Кивнула Прости Харпси Я тоже Немного Растерялась И наговорила Лишнего Нет Это я Слишком долго Колебалась Достаточно Сейчас не время Для самокритики Приступаем К делу Велорот Хлопает В ладони Харпси Свяжись С Дел Учи Отправь сообщение Командиру Клюкай Объясни им Что происходит Если мы всем Все расскажем Заранее Возможно Удастся Немного Смягчить Удар Поняла Да Я поняла Да Как все весело Получилось Да Так Ну что ж Давайте еще 1,6 Пройдем Потом На перерыв Я тут Вижу Сразу Сбои Ну и Растов По сути Дальше Нельзя Умирать Но Они Об этом Не знают Так Это Ваншот Да Да Все Оглядываясь На побежденных Врагов Один из которых Свалился В яму А другие Висели на перилах Мечты С высвечением Выдухнуло Ох Какая огневая Мощь Какая Ловкость Вот это Боевой Дух Способность Сражаться Против Сотни Противников С такой Легкостью Мне что Выпала Какая-то СС Рарка Или Вообще SP Это что-то Выше СС Рарок Я впервые Это вижу Ладно Хотя Это скорее Это скорее SP Версия СС Рарок Типа Спешл Особая Версия СС Рарок Да Ой Вы слишком Любезны Это всего Лишь Моя Обязанность И характер Такой же Добрый Как у Андорис Это просто Идеально Не Я не хочу Сказать Что настоящий Андорис В реальности Хуже Предоставьтесь Все вопросы Касательно Сражений Мне Ой Я так долго Ждала Чтобы кто-нибудь Сказал мне Эти слова Вот он Надежный Сэмпай Надежный Кохай О котором Я мечтала Ну Я конечно Не хочу Сказать Что Бьёка И Андорис В реальности Ненадежные Ну Вы Поняли Ребят Вектор С легким Раздражением Смотрела На мечты Которая Висела На спине G36K КСК Как украшение Ты хочешь Чтобы она Тебя носила На спине И дальше А что тут Такого Ходьба Это ведь Не обязательно Для тренировки Верно Ой Боже Однако Я уверен Что тебе Не избежать Нагоне Отклюкай Но Если она Увидит тебя Вот такой На записи Ну Штраф Увеличится С Пятьсот Выстрелов До Восемьсот И все Знаешь Когда Количество Переходит В качество Ее наказание Может Распространиться И на твою коллекцию Осознав Что у нее Есть целая Коллекция Манги И фигурок Мечты Осторожно Слезла С G36K КСК Люкай Хоть и ушла Но Словно Тень Она За мной Уходит Эх Ладно Давай соберем Лут Который Выпал Не Ну Ребят Мечты Конечно Да Ну Вот Ребят Вторая Анзу Мы ее Нашли Вторая Ленивая Жопа Мечты Вектор Начали Направляться К двум Светящимся Лучам Недалеко От них И Предметы Падающие В виде Луча Света Стали Поглощаться Их Телами Чувствуя Что-то Неладное Они Почти Одновременно Посмотрели Друг На Друг Да Похоже Действительно Стало Меньше Лут На Этот Раз Количество Опыта И Ресурсов При Сборе В Два Раза Меньше Чем Обычно Харпси У Тебе Есть Информация О Том Что Происходит Небольшая Камера Спокойно Парила Рядом Но Не Отвечала Арти Что Происходит Мы Ведь Не В сюжетной Миссии Почему Уже Связь Заблокирована Вектор Ты Все Это Время Говорила Про Какую То Хар Как То Это Кто Вообще Ну Это Это Тут Вектор Внезапно Кое Что Осознало Я Сказала Кар С Модель EMP Она Медленно И Отчетливо Повторяла Знакомое Имя Но Видела Только Еще Больше Удивления Во Взгляде Мечты Кар С А Кто Это Твоя Новая Подруга Вектор Ты Ведь Не Та Которая Заводит Друзей Сама По Себе Ее Выражение Лица Говорит О том Что Она Не Шутит Да Обычно Вообще Мечты Не Тратить Силы На Шутки Ну Она Настоящая Это Не Иллюзия Какая То Чувствия Что 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 Не Хватает Нет Это Чувство Как Будто Чего То Не Хватает С Самого Начала Не Было Иллюзий Но Ты Все Равно Говоришь Что То Странно С Тех Пор Как Мечты Вектор Перебил Я Так Давай Попробуем Отключиться От второго Уровня Но Мы Ведь Еще Не Закончили Так Послушай Меня Быстро Отключайся После Одной Попытки Отключиться Мечты Растеряно Посмотрела На Вектор Отключиться Не Получается Чем Это Объяснить Если Дело Не Во Внешнем Вмешательстве Значит Тут Есть Внутренние Проблемы Мечты Помнишь Как И Говорила У Меня Чувство Будто Я Теряю Что То Важное Возможно Это Действительно Не Иллюзия А Что Именно Ты Потеряла Я Не Знаю Что Именно Я Потеряла Но Вот Ты Точно Кое Что Определенное Растеряла Где-то Нет Все Придумывать Правильно Формулировки Иногда Сложно На ходу О Я Придумал Я Не Знаю Что Именно Потеряно У Меня Но Ты Определенно Лишилась Чего-то Вот Вектор Рассказала Мечты О том Кто Такая Харпси И Что С ней Произошло Но Я Все Рано Не Могу Вспомнить Кто Это Потеря Данных Не Удивительно Что Ты Не Можешь Вспомнить Сейчас Самое Важное Понять Как Избежать Дальнейших Потерь Данных Думаешь Это Как-то Связано С уменьшением Добычи То есть Получается Сейчас Мы После Каждой Смерти Получаем Все Меньше Лута А Наши Записи Из Наэроблока Начинают Исчезать Или Что-то В этом Роде Пока Что У нас Нет Доказательств Что Это Напрямую Как-то Связано Но Вполне Вероятно Что Это Так То Есть Из-за Смерти Мы Теряем Память Ух Это Что За Жуткий Баг Не знаю Но С этого Момента Мы Больше Не Можем Воспринимать Это Как Игру С Бесконечными Возрождениями Потому Что Чем Больше Мы Будем Умирать Тем Больше Мы Будем Терять Ну В таком Случа Нам Лучше Остаться Здесь На месте И Ждать Спасения Ну По Логике Это Могло Уменьшить Вероятность Получения Трав Но Это Так Ж Значит Что Весь Груз По Решению Проблем Ляжет На Харпсе И Остальных Да Я Понимаю Ну Что Поделаешь Связь Заблокирована И Мы Даже Не Знаем Что Там Происходит За Пределами Мы Что Действительно Должны Просто Сидеть И Ждать Когда Все Само Решится Ну А Что Ты Предлагаешь Превратиться Супер Супер Героев Что Л Ну Господи Это Мечты Вектор Задумалась И После Небольшой Паузы Она Оторвала Взгляд От Растительности Прибивающейся Через Трещину В Асфальте Мне вот интересно Если мы пройдем игру То В конце Сможем Как-то Выйти Из нее Принудительно Учитывая Что Сейчас Это Не Получается Да Но В таком Случа Это Будет Слишком Опасно Разве Нет Я Все Считаю Что Нам Лучше Спрятаться В Безопасном Месте Ну Сейчас С нами Есть Г 36 К КСК Г 36 Если бы Это Была Тренировка Я бы Сказала Что Она Своего Рода Чит Ее Присутствие Совсем Честное Но Учитывая Что У нас Сейчас Чрезвычайная Ситуация Ее Помощь Может Облегчить Нам Бои Ну Вектор Посмотрела На G36 КСК Стоящее Позади Мечты Возможно Из-за того Что она Смотрела Лицом К Свет Лицо Лицо G36 КСК Было Скрыто В тени А ее Лут Казалось Расплывчатой Во время Всего Разговора Она Просто Омолчала Как Обычный НПС Что Исполняет Свою Задачу К тому же Мы не можем Быть Уверены В том Что Потеря Данных Происходит Только Из-за Смерти Чем Раньше Мы Покинем Второй Уровень Тем Лучше Даже У тебя Наверняка Есть вещи Которые Ты Не Хочешь Забывать Ой Тихо Тихо Фраза Мечты Прикусила Губы Немного Раздраженно Провела Рукой По Волосам И вздохнула Ладно Ладно В конце концов Мне действительно Стоит пройти Это испытание До конца Знаешь Твоя серьезность Когда ты так Говоришь Непривычно Наверное Больше привыкла К стилю Клюкай Да Что Совсем Нет Как ты могла Такое Подумать Правда Конечно Нет Ты очень Ошибаешься Ладно Давай проходить Игру Хорошо Пошли А то вдруг Клюкай Удалит Все Все Мое аниме Из базы Данных Ее Беспокоит Анимешки Так Все На этом Мы тут Останавливаемся И делаем Перерыв Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...